Миновата у этой новобудовли зараз дымает кватеру серебряный призер Олимпийский гульня у Реда Жанейра Мария Мамашук. Кватера довольно маленькая, однако до этого три года Мария прожила в заводском интернате. Многие местовые жахары навод и не здогадываются, что в этой стенах заховывается серебряный медаль Реда Жанейра. Специальную полицию, правда, для головного спортивного трофея Мария еще не отвела. Усеровно каждый день приходится кому-нибудь демонстрировать. Виншаване от шматликих сябров и знакомых начали поступать еще у Рея и протягивается до Гетуль. А сама Мария только сейчас начинает понимать, какой спортивный позвих здесь нела. Не утуевая, ехала у Рея за перемогой, однако на всю дистанцию я ее не хотела. Финал, конечно, огорчительный для меня и для тренера. Позорный финал, это грубо говоря, но оно так и есть. Это мое мнение, и мне стыдно и перед тренером, перед своим, что за такой финал, что я не смогла показать большего, большей борьбы показать. Это больше того, что я могу. Я знаю, что я могу больше. Ну, значит, где-то какой-то, наверное, японка была сильнее меня и опережала меня, наверное, больше тактически может. Не хапила и язвычной худкости, не удалось и навязать свою борьбу. С японкой Мария ранее у бои сустракалася, однако у Рея-де-Жанейра отчувался прогресс, якого добилась и соперница. Особистый тренер Марии Сергей Смаль у свой час так само завоевал сребро Олимпиады. И Мария упра золото для своей вучаницы. Тренер был очень злой. Я просто с ковра сразу вылетела, как пошла, даже не забирала свои вещи, ничего. Потом вот, естественно, сразу слезы. Обидно стало, досадно очень. Вот он психанул, что-то там говорил, я просто не слышала, что. Ну, что-то там с Олегом Яковлевичем, главный тренер команды. Вот он что-то мне там сказал и потом обнял меня, поздравляю со вторым местом, все, и ушел. Той самый бой Мария пока не глядела. И признается, что еще месяц-два не будет. Потом, когда Крылда на себе пройдет, треба будет проанализовать выступление и зарабить работу над помылками. Бо наступная мета для Марии – снова олимпийский медаль. Только уже золотый. Естественно, конечно, Токио ждет нас. Обязательно. Я хочу еще. Ну, естественно, как будто как Бог даст вообще, как здоровье будет позволять. Мало ли, что, может, такие люди, что ничего не застраховано, что будет завтра, мы не знаем. А так, в планах, да, в планах еще одна олимпиада, как минимум, еще одна. Зараз месяц надпочинок. Мария Марить Прамора. А после снова тренировки, подрыхтовка до чемпионата у свету и Европы. Починается новый олимпийский цикл. Вольга Вальченко, Дмитрий Радянко. Телерадоя. Компания Гомель.